Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский и мы вновь разбираем ваши инвестиционные кейсы, ваши истории, которые вы присылаете. Надеюсь, что вы тоже поделитесь вашей историей. Буду вам за это благодарен. Если у вас есть что рассказать, ваш успешный опыт, а может быть и неуспешный опыт, поделитесь пожалуйста в комментариях. Я думаю, это многим будет очень полезно почитать и посмотреть, как и что делают другие люди. И в частности, почерпнуть для себя какие-то ценные мысли, идеи, возможности. Давайте начнем. Логин А1 Custom, не 32. Из-за финансовой неграмотности загнал себя в долговую яму. Год назад начал много изучать информации по финграмотности, прочел Киосаки, начать смотреть канал, тема с гаражами очень зашла. Был гараж, хранил там хлам, все выкинул, сразу же сдал за 3000. Нашел еще один гараж за 70 тысяч. Денег не было, выкупил брат. Там также выбросили хлам, сдали железо на 8 тысяч и починили ворота. Сдается сейчас за 3000 рублей. С зарплаты откладываю 15%. С инвестиций и незапланированных доходов оставляю минимум 50%. За 4 месяца скопил 50 тысяч. Сейчас скупаю дивидендных аристократов по чуть-чуть. Очень жаль, что не знал всего этого в 15. Сейчас бы уже стал долларовым миллионером. Ну ничего, стану в 45. Огромное спасибо за его труд. Спасибо вам, что поделились. И я уверен, что если не будете останавливаться, то придете в том числе и к долларовому миллиону. Это довольно большая цифра с одной стороны. С другой, если мы берем длинный срок, то абсолютно реальная. Идем дальше. Израиль Кац нам пишет. Во-первых, укажу, что я решительный противник зверской экономики. Мы живем здесь и сейчас. И если все откладывать на будущее, то в нашей жизни может все случиться. Вы можете до этого будущего просто не дожить. Поэтому должен быть разумный баланс. Мы с женой до полумиллиона в год тратим на путешествия. И ни за что не откажемся от такого расточительства в обмен на счет в банки. Это первая часть. Сейчас продолжение будет. Но я все-таки отнесусь к этому суждению. Я тоже согласен, что не надо превращаться в скрягу и абсолютно все откладывать. Хотя на старте это может быть разумным. Но в целом я за то, чтобы, как классически рекомендуют, откладывать 10-20% дохода. Это то, что может себе позволить практически каждый человек. И это самое главное. Начинает уже менять жизнь к лучшему с финансовой точки зрения. И конечно нужен какой-то разумный баланс. Просто этот разумный баланс у разных людей разный. Для кого-то 50% нормально откладывать. А для кого-то 10% не так уж и легко. Но согласен с вами. В целом, что про сегодняшнюю жизнь забывать не надо. Теперь о кейсы. У нас с женой есть квартирка. Сдаем консервативно просто жильцам. За прошлый год около 7% годовых чистым. Я давно сидел в ОФЗ в облигациях. Но после обрушения рынка начал активно скупать акции. Стремясь создать сбалансированный портфель. Немножко сижу в крипте. За этот год усредненный процент около 11%. Ну и третье. Это такой частичный пассивный доход. Я писатель. Это не основная работа. Пишу книги. Пока пишу, это работа. Когда дописал, она переходит в пассивный доход. Поскольку писатели получают ройалти. Цифры не хочу называть, но на это можно жить. Супер. Поздравляю вас. Я, кстати, поделюсь. Все-таки тоже вклинюсь. Я тоже писатель. Чтобы не быть голословными. Вот пара книг, которые... Вернее, это одна книга в двух. Это старая ее версия. Это более новая. Побольше. Старая такая яркая обложка. Мне даже больше нравится. Но новые издатели переиздали в этот статус. Видео. Называется «Экстремальный тайм-менеджмент». Искренне очень рекомендую эту книгу. Если вдруг кто-то читал, напишите, пожалуйста, насколько для вас была полезна эта книга. Если была. Я под видео дам ссылочку, где можно ее в электронном или бумажном виде найти. И эта книга «Треминг». То есть, там даются конкретные задания, как свою жизнь менять к лучшему с точки зрения управления временем. Очень многие люди мне за нее были благодарны. Поэтому, надеюсь, прочтете. Если вдруг читали, поделитесь, как вам было. Но я к тому, что я тоже писатель. И тоже мне, в частности, один из видов моего пассивного дохода, мне приходит регулярно роверти за книги, которые находятся в физических магазинах книжных, в электронных магазинах, в виде электронных книг, либо аудио. И это тоже один из источников дохода, может быть, как вот в данном примере. Василий Варапавер. В 2010 году в Белгороде взял по ипотечной программе участок 15 соток. Условия таковы. Мне дали участок с условием, что в течение пяти лет я построю там дом. Я платил 100 тысяч рублей за землю 40, плюс 60 за коммуникации. Участок в чистом поле. Ну, кстати, 60 тысяч рублей, это бы очень дешево отделались. Подвезти коммуникации за 60 тысяч, это надо постараться. А в случае, если бы я не успел построить дом, мне бы пришлось выплатить полную стоимость участка 800 тысяч за 15 соток. Срок я уложился с трудом, так как не проживал по месту, а приезжал в отпуск и строил с отцом и дядей своими силами. Всего было затрачено с учетом покупки участка, материалов и дороги, бензин и так далее около 900 тысяч рублей. Сейчас по предварительной оценке смогу продать не больше, чем за миллион 300, миллион 500, то есть вышел в ноль. Едом без отделки и коммуникации. Еще нужно 800 тысяч, чтобы довести до жилого состояния. Я планирую продавать и взять квартиру в старом фонде в Краснодаре и сдавать ее, пока не выйду на пенсию. Гром за окном. И ливень пошел, и гроза. Сейчас в Белоруссии по службе. Вот такая не совсем удачная инвестиция. Начал инвестировать на фондовые биржи ММВВ. Но вот примеры того, что далеко не все и не всегда происходит так, как мы задумываем. И имейте в виду, что можно в том числе и оказаться в нуле, а нередко можно и потерять деньги. Особенно, когда мы говорим про высоко рискованные инвестиции. Допустим, фондовый рынок считается стандартно, особенно рынок акций, ну а тем более производных инструментов, высоко рискованным направлением, где запросто можно потерять деньги. Поэтому имейте в виду, будьте аккуратны. И когда вы ввязываетесь в какой-то инвестиционный проект, особенно с недвижимостью, я вам очень рекомендую максимально вгрызаться в этот проект на старте. Ну то есть вгрызаться, то есть это погружаться, разбираться и не ожидать того, что все произойдет легко само и будет вот как-то без каких-то, без сучка, без задумки. Скорее всего будут возникать какие-то трудности и ввязываясь в проект, будьте просто готовы выделять на это время. На старте. Потом запустите, все сдается, уже все идет по накатам, но на запуске надо поработать. И в частности обязательно делайте тщательный просчет проекта. Потому что ошибки с этим встречаются и, к сожалению, нередко. Алексей нам пишет. Проживаю, мне 40, проживаю в Испании. 15 лет назад купил в Испании две квартиры, начал их сдавать. Каждый месяц откладывал, плюс доход мамы и брата, все шло в общую копилку. Плюс доход с арендой квартир. На сегодняшний день сдаю 4 квартиры. Все сдается. Аренда 400-450 евро в месяц с каждой. Правда не указано. Это за вычетом расходов, коммуналка и прочие. Налоги или доголчета. Доходность квартир небольшая, около 6%. Но вкладывать в акции я боюсь. Но, к слову, 6% в Европе считается очень хорошей доходностью. Накопил денег, дождался кризиса. Сейчас жду момент, пока недвижимость начнет падать, чтобы купить еще одну квартиру. Ну вот, пример из более дальнего зарубежья. А вот поближе. Юрий Александрович. Купил три квартиры в кредит. Сдаю по 15 тысяч, плюс коммуналки. Квартиры-однушки по 1 300 000, 1 200 000. Ремонт делал сам. Тяжело было, конечно, делать самому. Но зато сэкономил около 7-8 сотен с трех квартир. В итоге пассивный доход с квартир 45 тысяч отправляю на досрочное погашение кредита. С таким темпом кредит погашу за 3 года примерно. Живем сейчас на зарплату жены 45 тысяч. Вроде пока хватает на все. Но обязательно веду учет расходов. Где-то получается сэкономить, отложить на отпуск и так далее. Учет обязателен. Думаю, сначала надо разобраться с этим, прежде чем инвестировать далее. У меня на холодильнике целая таблица расписана. Супер. У меня тоже вот в Цель, не на холодильнике, а вот в компьютере сейчас передо мной компьютер. А таблица с моим планом финансовым. С которым я регулярно сверяюсь, насколько все четко иду. Все знакомые смеются над нами. А нам это нравится. Хочу, чтобы эта таблица только увеличилась и цифры в ней росли. Вот то, что знакомые смеются, это часто верный показатель того, что действуете правильно. Потому что, к сожалению, очень редко нас на этом пути все вокруг поддерживают. И отчасти вот этот блок выпусков ваших инвестиционных кейсов я делаю как раз во многом за тем, чтобы видеть, как реальные люди идут по этому пути. И видеть, что если вы идете, то вы не в одиночку это делаете. Вокруг большое количество таких людей. К сожалению, в абсолютной массе людей их немного, но в целом это не единицы все-таки. И здесь я согласен с вами. То есть, здесь немножко запутанный, наверное, не сразу понятен кейс. То есть, три квартиры взяты в кредит, и кредит сейчас высокий. И у Юрия весь его доход сейчас уходит на погашение этих кредитов. Но пройдет три года, кредиты погасятся, и он выйдет в плюс. И вот тогда начнется совсем другая жизнь. Когда вы не представляете, насколько это круто, когда ты, наконец, закрываешь, например, ипотеку, и у тебя весь доход становится твоим. И у тебя прям резко такой скачет. Допустим, вы квартиру, ну, для примера, просто взяли квартиру, разбили на студии, сдаете, у вас доход от нее, например, 80 тысяч, а ипотека 60 тысяч. Вроде плюс 20 тысяч, но тоже неплохо. Но, когда вы погасили ипотеку, и все плюс 80 ваши, это сразу такой рывок вперед, ты понимаешь, сколько у тебя ресурсов, твой завобождается для новых инвестиций. И вот, ну, я, например, поднимался в большой степени именно так, что сначала было очень сложно. Я на пике набрал очень много кредитов. На старте я взял 6 ипотек, плюс 4 крупных потреба на сумму на 28 миллионов. Я набрал кредитов и на все это накупил активы. Поначалу было тяжело, потому что почти все доходы инвестиционные, они шли на погашение этих кредитов. Иногда даже с превышением, потому что, ну, что-то, допустим, я брал новостройки, которые пока не строились, я ничего не получался. Но, потом достроились новостройки, начали работать, начали приносить деньги. Что-то я продал с очень хорошей прибылью и запустил еще более эффективные деньги в работе. Затем стали, постепенно гасились дорогие потреб кредиты. И у меня все больше высвобождалось денег, которые я запускал все дальше и дальше в работу. Ну, и в погашение досрочных кредитов. Чем быстрее я гасил, тем больше у меня еще освобождался денежный поток. И тем больше я мог гасить дальше. И когда в какой-то момент я погасил все эти кредиты, то я понял, что у меня высвободился просто колоссальный ресурс. Я могу каждый месяц несколько сотен тысяч рублей пускать на новые инвестиции только с пассивного дохода. И это очень много. Поэтому, Юрий, я думаю, что вы это реализуете, ваш план, и пусть смеются. Вопрос, кто будет смеяться последним? Алекс пишет. С 2016-го начал постигать финграмотность, изучать семинары, в том числе платные. Это дало толчок к развитию в этой сфере. И пробовать что-то предпринимать. 2006-й и 2018-й год были для меня такими пробными. Хотел все и сразу, потом вкладывался в рискованные, ничем не подстрахованные, неподтвержденные пирамиды и лохотроны. Потратил порядка 250 тысяч рублей. С этим многие сталкиваются. Что на старте ты инвестируешь и кучится все и сразу. И тут подворачивается какая-то возможность, какая-нибудь компания обещает супер-мега-огромную доходность. И ты туда взбучиваешь кучу денег. И потом все благополучно сгорает. Я сам так потерял много миллионов рублей, ввязываясь в некоторые авантюры. Иногда у меня есть целые выпуски, посвященные. Можете прямо набрать мои провалы и найти пару выпусков про провалы рассказывал. Но это опыт, который дорогого стоит. В начале 2019-го года прошел обучение и стал использовать накопленный капитал. Строить свой небольшой бизнес на субаренде на долгий срок. Не хочу вастаться успешными успехами, но доход от этого направления вполне предсказуемый. Вложение в каждый объект 45-95 тысяч, окупаемость 5-8 месяцев. На вложенный капитал получается доходность порядка 113% за год. Даже в условиях короны стабильный доход, правда, один месяц была просадка почти 50%. Ну, круто, коли так. Хотя это, конечно, субаренда это активный бизнес. Это все-таки не пассивный доход. Но, да, как бизнес, да, вполне. С начала этого года прошел обучение в торгах по банкротству. Пока не развивался, так как грянул кризис и побоялся вкладывать сразу большие деньги в новое направление. Планирую все же заниматься этим, как появится стабильность. Кстати, у нас есть выпуски на канале про торги по банкротству. Тоже изучите, кому интересно, как можно более дешево скупать многие активы. Часто даже, не то, что часто, но иногда со скидкой до 90%. Сейчас интересуюсь фондовым рынком, слежу за вашими экспериментами. Интересно, есть планы начать осваивать ИИС. Для начала я решила открыть свой ИИС. Хороший пример, Алекс. Спасибо, что поделились и положительным, и отрицательным. И давайте на этом завершать. И обращусь к вам вновь с просьбой. Если у вас есть ваши истории, ваши примеры, как вы инвестировали, как положительные, так и отрицательные, и вы готовы ими поделиться, пожалуйста, сделайте. Поделитесь, расскажите о вашем опыте. Я думаю, многим это будет очень-очень полезно. Всем удачных инвестиций. С вами был Николай Мрачковский. Счастливо.